Здорово, бойцы! Недавно Хабиб побывал на подкасте в Америке, и мы перевели для вас лучшие моменты с этого подкаста. Я больше не собираюсь драться. Внутри клетки точно. Я не могу знать, что будет на улице, но внутри клетки точно больше драться не буду. Я к тому, что никто не знает, что может случиться за пределами клетки, что может произойти на улице. Но, конечно, я не могу драться там. Я не могу причинять вред людям. Пойми, я не могу драться на улице, потому что я профессиональный боец. Я могу шутить на эту тему, но, конечно, я не буду драться. Я всю свою жизнь учился тому, как бить людей. Поэтому я не думаю, что это будет хорошая идея подраться за пределами клетки. Перед своим последним поединком ты уже знал, что закончишь карьеру бойца? Да, только я знал об этом. Я никому не сказал. Я знал еще на пресс-конференции перед боем с Гейджем, но никому не сказал. А тебя напрягает, когда кто-то говорит, что вот, этот парень точно побил бы Хабиба? Нет, знаешь, меня это не напрягает. Всю мою карьеру так говорили. Даже когда был бой с Джастином, каждый говорил, что это будет мой самый тяжелый оппонент. И что вышло по итогу? Когда я бился с Коннором, с Дос Анисом, Парье, Барбозе, Джастином Гейджем, когда раз все говорили, уж он-то сможет остановить Хабиба. И затем я заходил в клетку, чувствовал своего соперника и понимал, не, ребята, этот парень не на моем уровне. Слушай, я знаю Дану Уайта, он точно не готов был сдаваться и отпускать тебя. Он просил тебя передумать и побиться еще. Да, знаешь, наверное, в первое время все думали, что я просто сделал это, чтобы что-то продвинуть, чтобы все подумали, ушел я или еще вернусь, попросить какие-то деньги. Как другие бойцы, например, Мэйвейзер, думали, что промоушен может обратиться ко мне, давай вернись, мы заплатим тебе хорошие деньги. Думали, что я буду играть в какие-то такие игры. Но я не чувствую ничего подобного. Я был готов к уходу, и потому это решение далось легко. Многие бойцы, например, заканчивают из-за проблем со здоровьем. Но у меня все в порядке, я здоров, я чувствую себя хорошо, как и всю карьеру. Я не принимал серьезного урона, у меня не было сечек, не было заплывших глаз или типа того. Конечно, у меня были травмы со спиной и с коленом во время тренировок, потому что я всегда тренировался очень жестко. Но всегда, когда заканчивался бой, я был свеж. Хабиб, а кто твой самый тяжелый оппонент? Да, каждый бой был сложным. Конор, например, тоже был сложным оппонентом. По части игр разума до боя, потому что иногда ментальная сторона бывает более сложной, чем физическая. Ну или, например, мой последний бой был очень сложным для меня. После того, что случилось с отцом, вернуться в лагере, готовиться к бою, проводить бой без него, было очень сложно. Конечно, со стороны, когда люди наблюдают ход поединка, видно, что я доминирую от начала до конца. Но большинство из моих соперников были очень сложными для меня. Как думаешь, ты бы смог побиться с Хамзатом? Ну, полусредний вес, я никогда не бился в этом весе, он, кстати, также бился и в среднем. Знаешь, всегда есть множество испытаний. Например, Чарльз Оливейра, он сейчас чемпион, и он тоже очень хорош. Всегда будут чемпионы, со мной или без меня. Но кого это волнует сейчас? Я уже закончил, теперь у меня есть свой промоушен, и если кто-то хочет, хороший вызов. Я могу пригласить любого бойца к нам в промоушен, и мы обязательно подберем ему жесткого и достойного оппонента. Когда ты начинал свою промоушен, ты говорил с кем-то из UFC, с Даной Уайтом? Да, я говорил с ним. Знаешь, многие не любят Дану Уайта, но я уважаю его, очень уважаю. Как много боев он сделал за последние 20-25 лет? Как много поистине крутых и великих боев сделал этот парень для фанатов? Например, в боксе, чтобы сделать крутой поединок, им нужно годами взращивать двух мощных бойцов. Например, по Кьяо Мэйвезер они начали карьеры за 10 лет до своего очного поединка. Но это было уже не то время, когда оба были на пике, и множество матчей в боксе они не смогут организовать, потому что есть WBC, WBO, миллион весовых категорий и прочего, старая система. А Дану Уайт модернизировал эту систему, и она мне нравится. Если ты лучший, ты дерешься с лучшими, и фанаты остаются довольными. Тот прыжок из клетки в бою с Коннором, почему ты прыгнул? Ты что-то услышал или что? Ну, прежде всего, пойми, я готовился к войне. Я шел на войну, и когда Макгрегор постучал так легко, я подумал, ты что, для чего я так усердно тренировался, для чего я так тяжело готовился? Я еле прижал твой подбородок и ты стучишь. Я был очень расстроен, потому что ожидал намного большего, чем я получил в клетке. А дальше, честно говоря, я не помню всего, что происходило. Помню, кто-то что-то сказал из его угла, и это был очень эмоциональный момент для меня. И я подумал, ну окей, вечеринка еще не окончена. И я прыгнул на этого парня, потому что остальные ребята из его угла, они уже взрослые люди. Его тренер по борьбе и главный тренер, они ничего не говорили обо мне, только этот парень нес чушь. Вы с Коннором недолюбливаете друг друга? Как вообще началась ваша вражда? Я думаю, все началось с того, что у нас были одинаковые цели. А когда бойцы имеют одинаковую цель, стать чемпионом, между ними есть неприязнь. Ты хочешь быть чемпионом? Я хочу быть чемпионом. Все просто. Это, безусловно, был крупнейший бой в истории ММА. Даже когда он дрался с Мейвейзером, это не было интересно со спортивной точки зрения большому количеству людей. Это был исторический момент, потому что чемпион из ММА сразился с чемпионом в боксе. Но внутри боя многие люди даже не вспомнят, что происходило. Думаю, вы, ребята, со мной согласитесь. Например, можете сказать мне, в каком раунде РФ остановил этот бой? Люди не помнят, потому что это был, как бы сказать, спарринг. Для меня это не настоящий бой, потому что Макгрегор не настоящий боксер. Для меня это больше фейковый бой. Это только мое мнение. А вот что было между нами, это реальность. Все, что было до боя, в самом бою и после. Вы собираетесь подписывать бойцов из UFC свою лигу? Конечно, мы нацелены на громкие имена в том числе, но наша основная цель и задача воспитывать чемпионов и создавать громкие имена. Мы только начали, и на нашем турнире есть 5-6 молодых бойцов, которые в будущем могут стать большими звездами. Сейчас никто их не знает, но после 5-6 боев о них заговорят. Что скажешь об Исламе Махачеве? Скоро он будет биться с Дариушем? Ислам. Ислама я знаю больше 20 лет. Этот парень рос на моих глазах, и я вижу в нем менталитет чемпиона. Я часто говорю людям, они этого не понимают, но я говорю, что в бойцовской игре есть уровни. Первый – это бойцы, второй – чемпионы и третья – элита. И я по-настоящему верю, что Ислам из элиты. Потому что он может все в клетке. Он может бороться, он может бить, у него шикарный грэплинг, он следующее поколение. Например, до того, как я стал чемпионом, был Бенсон Хендерсон, Энтони, Петтис, Фрэнки Эдгар, Гилберт Мелендеш. И это было время этих элитных бойцов. Затем пришел я, и по моему мнению, я был лучшим бойцом с 2015 по 2021 годы. В это время я мог побить кого угодно. И сейчас, я думаю, что с 2020 по 2025, Ислам, если будет активен и не будет травм, Ислам будет лучшим легковесом в мире. Это мое мнение. И сейчас он тренируется в АКА, я к нему присоединись, через пару дней мы будем готовиться, проведем вместе весь месяц перед боем. У него отличный оппонент, спокойно может пройти 5 раундов в серии с 7 побед. Беннил Дариуш, у него огромный опыт около 20 боев в UFC, и он настоящее испытание для Ислама. Но я верю, что Ислам сможет его финишировать во втором, третьем или четвертом раунде. Ислам сможет его финишировать. Ну а у нас тут будет куча огненного контента, так что с тебя лайк. Ну и подпишись, чтобы не пропускать. Это канал It's Time, я Иван Ниумин. Будь здоров. Субтитры сделал DimaTorzok